Харе Кришна! Продолжаем обсуждение Бхагавадгиты, как оно есть, глава 10, Великолепие Абсолюта, тексты с 12 по 15, следующий раздел. Итак, услышав Бхагавадгиту, суть учения Бхагавадгиты в четырех стихах, Арджуна произносит следующие слова, которые как раз начинаются с 12 стиха. Он выражает свое понимание Кришны, положение, трансцендентного положения и могущества Господа, и Он выражает свое желание, чтобы Господь продолжал рассказывать о своем трансцендентном величии. Итак, тексты с 12 по 15 раздел. Прочитаем их вместе. Продолжение следует... 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 Поэтому мы уже очень давно, на какое-то время с вами, обсуждая Бхагавад-гиту, постоянно подчеркиваем как доказательство истины утверждение священных писаний. Мы видим, как это делают наши ачарьи. Чтобы подчеркнуть или утвердить, что что-то является истиной, они приводят ссылки из различных разделов вед, из различных ведических писаний. То есть для нас доказательством чего-либо в нашей традиции являются ссылки на ведические писания. Для этого есть специальное слово прамана. То есть прамана находится в шастрах. Прамана одно из значений этого термина – это доказательство. То есть если мы хотим понять, как все на самом деле, что является истиной, что не является истиной, мы должны принять свидетельство ведических писаний. То есть вся наша система доказательств строится на авторитете вед. То есть для человека, который не созрел по каким-то причинам, не способен принимать авторитет вед, наша система доказательств не будет актуальной. Поэтому доказательства уникального статуса ведической литературы, как шабда брахмана, как откровения, исходящего непосредственно от Верховной Личности Бога. То есть доказательства и утверждения этого статуса ведической литературы очень важно в процессе проповеди и в процессе ведического образования. Люди, которые благочестивы, имеют сукрити. И Кришна сказал уже в седьмой главе, что даже те люди, которые обращаются к Нему со своими корыстными мотивами, они благочестивы. Сукрити. Человек обретает некоторое благочестие и очищение, и в нем пробуждается склонность принять Верховную Личность Бога. То есть есть люди в разных традициях. Почему Шиллупрупада подчеркивал однажды на интервью, на телевидении, ему задали вопрос. Вы считаете, что можно прийти к Богу, следуя любой религиозной традиции или следуя любому писанию? Шиллупрупад сказал, да, любое слово Бога будет пригодным для того, чтобы помочь человеку прогрессировать. Сказал, любое слово Бога поможет человеку прогрессировать в сознании Кришны. То есть почему Шиллупрупада так говорит в одном месте, в другом месте он подчеркивает, что множество утверждений в некоторых современных, в некоторых известных в нашем обществе религиозных писаний, религиозных писаний, многие утверждения, они являются трансцендентными, их следует отвергнуть. То есть Шиллупрупада относится критично к посланию в различных других религиозных культурах, но при этом он принимает, что в этих писаниях есть послание Бога. То есть Шиллупрупад подчеркивает, что оно там есть, если человек его поймет правильно и будет ему следовать, он будет прогрессировать духовно, следуя любому писанию, любой религии. Шиллупрупада не лукавит, это не проповеднический прием, он действительно так считает и действительно есть основания так считать. Послание Бога содержится и в Библии, и в Коране, и везде. Но, как многие историки, религоведы и даже последователи этих традиций, находят определенные проблемы в этих писаниях. И сомнения, что они передавались правильно, что они не были искажены, что не было проблемы даже на уровне перевода. То есть сарамейского языка перевели на какой-то другой язык, я уже не помню. На греческий перевели эти писания сарамейского. Уже могла возникнуть какая-то проблема. Некоторые апостолы, не будем показывать пальцем на апостола Павла, который был, если бы он жил сейчас, это была бы очень медийная личность. То есть он немытьем так катанием распространить хотел христианство и пошел на множество компромиссов. Есть проблемы везде, во всех традициях религиозных, есть проблемы искажения знания, утраты знаний, интерпретации, искажения писаний, культовых писаний, искажения содержания культовых писаний. То есть история, время. Об этом говорит Кришна в Бхагадгите в 4 главе, что со временем эта наука утрачивается и возникает необходимость восстанавливать парампуру. Таким образом, о чем мы сейчас говорим, мы говорим о том, на каком основании, как созревает сознание человека, чтобы принять авторитет вед. Это непосредственно является частью, это непосредственно вера в священные писания, которые содержат в себе откровения, способные открыть истину, до которой невозможно докопаться чувствами, экспериментами, исследованиями или умственными спекуляциями. В какое-то некое высшее знание, откровение свыше от Бога непосредственно. Вера в существование такого источника, такой литературы на земле является частью веры в существование Бога как личности. Понятно, да? Таким образом, люди, которые благочестивы и склонны верить в то, что Бог существует, они также склонны верить в то, что Бог дал, дает людям путеводную нить или дает людям конкретный портал, так сказать, через который они могут с ним связаться, могут услышать его волю, его желание, получить его наставление, получить путь к нему. То есть, это часть веры в Бога. И некоторые люди склонны верить в Бога, довольно большой процент, на самом деле. Недавно я столкнулся, наткнулся на статистику в Москве. Соцопрос был совершен в Москве. И оказалось, что 58% населения Москвы считают, что они произошли от обезьяны. И 42% считают, что они произошли от Бога. То есть, 42% это очень большой процент. То есть, очень большой процент населения планеты имеет некоторую склонность или имеет некоторые сомнения все-таки в сторону существования высшего существа, Бога. И вместе с этим у человека где-то должна быть там и склонность, и склонность к тому, чтобы понять, что есть путь, есть откровение от Бога. И поэтому Шалабрупаде этот принцип поощрял публично, поощрял в своих беседах с различными людьми, представителями различных религий, что любое писание, данное Богом, указывает путь к нему, является откровением. И это действительно так во всех мировых религиях, во всех культовых писаниях есть непосредственно откровение, трансцендентное послание из-за пределов этого мира непосредственно от Верховной Личности Бога или от Личностей, которые находились на уровне духовного самосознания, высших уровнях духовного самосознания. Но есть Йога Нашта, Ранта Па Кришна говорит, Йога, наука Йоги, о том, как связаться, обрести контакт с высшим существом, с Богом, с высшим сознанием. В этом контексте Йога означает связь, наука о том, как прийти в контакт с Богом, быть связанным с Богом. Йога Нашта, Нашта разрушается со временем. Поэтому и откапываются какие-то факты искажения на уровне перевода, на уровне интерпретации, на уровне изданий даже. То есть есть множество изданий Бхагавад-Гиды, где люди комментируют каждый на свой лад, скрывая истинное послание Бхагавад-Гиды, не то, что немного его искажая. Таким образом, вот этот феномен Шрадхи, веры, он имеет трансцендентную природу. Это дар Бога. Живые существа в человеческой форме жизни, которые имеют некоторый запас благочестия с прошлых жизней или с этой жизней, которые каким-то образом очистились через контакт с служением Богу, с трансцендентным знанием, с откровением о Боге, от Бога. Они проявляют в себе склонность. Помните, квалификация для предного служения – склонность. Просто есть люди склонные, есть люди несклонные. И вот эта склонность обусловлена наличием благочестия, наличием контакта в истории живого существа и его отсутствия контакта с трансцендентным, с предным служением. Таким образом, вот это очень важный момент Промана. С этого начинается настоящая вера, настоящее изучение трансцендентной философии, когда человек обретает глубокую убежденность в том, что Веды – истины. Есть история одного Брамана. Он проповедовал на основе Вед. И в те времена, когда был распространен буддизм в Индии. Буддизм, мы знаем, зародился в Индии, но он быстренько укачевал оттуда в другие страны, где не было религии. А на территории Индии вновь восстановилась ведическая система, где основными писаниями принимаются ведические писания. Да, буддизм родился в Индии, был вытеснен именно усилиями Шанкарачарьи в частности. И вот есть история об одном Брамане, который проповедовал учение Вед в те времена, когда был распространен буддизм. И однажды его поймали буддисты и решили сбросить с высокой башни и убить его таким образом. Но он был очень таким стойким последователем Вед. И даже в этой ситуации он молился сверхдуше Господу, как сверхдуше в сердце, со словами, «О Господь, если Веды истинны, то пусть со мной ничего не случится». Несмотря на то, что его собирались сбросить с очень высокой башни. И когда он был спрошен с высокой башни, он сломал большой палец на руке. То есть он остался в живых чудом, просто сломал палец. И он понял, что это знак. За то, что он сказал, если Веды истинны, если все, что говорят Веды истинны, то пусть со мной ничего не случится. То есть за это «если» он сломал палец. Вот такая история. Суть ее понятна. Здесь важна суть. Я не знаю о ее источнике, не помню ее источник. Но история очень четкая. Веды говорят... Все, что говорят Веды, является абсолютно истиной. И ведическое знание передается по цепи ученической преемственности. Есть признанные авторитеты в ведическом знании. Нара-да-муни возглавляет этот список. Есть самореализованные ачарьи, столпы различных традиций сампродай. Есть трио ачарьев в Мадва-сампродай. Есть несколько тоже выдающихся ачарьев. Первый главный Мадва-ачарьев в Мадва-сампродай. Главный в Шри-сампродай Романуджа-ачарь. Но есть помимо этих ярких ачарьев, которые приходят из духовного мира, также приходят другие освобожденные личности, которые дают новую жизнь учению предыдущих ачарьев. И есть множество ачарьев, великих личностей в каждой из четырех цепей ученической преемственности. Есть признанные авторитеты, с учением которых мы встречаемся в Пуранах, в Эпасах, в Махабарате, в Шримадбагатах, в других Пуранах, прежде всего, сатвичных. Есть мудрецы, через которых передаются шрути. Изначальные веды являются в этот мир тоже через определенных личностей. Есть определенная система, по которой передается ведическое знание. Мы верим в изначальный источник, в веды, мы верим в систему, по которой передается ведическое знание. И один немецкий ученый обнаружил, что между копиями Бхагаудгиты, которые он получил в разных частях Индии, с разными датировками эти копии, между которыми сотни лет, он обнаружил, что ни одно слово, ни один иероглиф в Деванагаре не отличается в этих изданиях. То есть, есть определенные основания. Если проникать глубже и глубже, знакомиться глубже и глубже, детальней, знакомиться с этой культурой, с культурой передачи трансонетного знания, с культурой презентации ведического знания, знакомиться с самой философией, применять эту философию в жизни, получать опыт, получать откровения, получать милость Кришны за то, что мы следуем этому знанию, которое исходит от Кришны. То есть, это все относится к личным реализациям, к духовному опыту. То человек утверждается, он довольно быстро может утвердиться и обрести абсолютную убежденность в том, что верховная личность Бога – это Кришна, Адвай-Тамачюта, Манади, Мананта, Рупам, которые распространяют себя во множество экспансий и приходят в этот мир в форме различных аватар, деяния которых записаны в различных пуранах, в первую очередь в Шримад-Бхага. Все это абсолютная истина. И метод абсолютно эффективный, на 100% эффективный. Мы можем вернуться домой к Богу, в духовный мир, за одну жизнь, приняв этот путь серьезный, исследуя ему. Итак, почему я об этом говорю? Потому что уже несколько стихов, довольно давно, несколько стихов. Мы постоянно подчеркиваем истину относительно трансцендентного положения Кришны, как Он сам говорит об этом в Бхагавадгите. Мы видим, как Ачаре приводят ссылки из различных священных писаний, из различных шастр, из Шрути, из Смрити, из различных разделов ведических писаний, в которых подчеркивается, подтверждается, что Кришна является верховной личностью Бога, изначальной формой личности Бога. Мы видим, да, и мы не выходим за пределы с вами. В своих доказательствах и ссылках мы не выходим за пределы ведической системы, ведической литературы. Нет в этом необходимости. То есть предпосылкой для нас уже является принятие вед. Это не обсуждается уже. И поэтому я решил отступить вот в эту сторону сегодня, в сторону вот этого феномена веры в источник веды. Откуда в человеке появляется эта вера в веды? Сначала вера в веды, затем понимание уже послания вед, это самбанх Абхидея Прайоджина. Затем уже личные духовные реализации, которые получает человек в процессе практики, основанной на его понимании самбанхи Абхидея Прайоджины. И в конечном итоге достижение цели Прайоджины. Уже не понимание, что является целью. Достижение цели практики сознания Кришны. Вот эти Прайоджина, прямо Прайоджина, это высший уровень духовной реализации, когда мы действительно обретаем сварупу ситхи, видим Кришну лицом к лицу, освобождаемся полностью от всей материальной скверны, восстанавливаем свое изначальное положение, свое вечное отношение с Господом в одной из раз. Этот уровень премы является абсолютным, окончательным совершенством для каждого живого существа. Но духовные реализации, которые мы получаем, духовные переживания, откровения, которые мы получаем в процессе практики, также относятся к категории Прайоджин. Это цель практики. Недавно я так сложил, сбеседовал с двумя молодыми людьми в Индии. Они сами решили побеседовать, задали вопрос, что мотивирует, что нами движет. Они видели нас в храме, в одном из известных храмов, в ващнавской одежде, с стилками, и задавали вопрос. По вопросам они поняли, что мы давно уже практикуем. Они оба были младше, чем я практикую сознание Кришны. Так вышло, это их впечатлило. И у них естественный вопрос возник, что мотивирует. Ну и можно ответить формально. У меня очень калейдоскоп ответов прокрутился в этот момент в голове. Но самый главный ответ, который я нашел, скажу сейчас, то есть можно сказать, любовь к Богу, достичь любовь к Богу. Можно сказать, освободиться от круговорота рождения и смерти, от материальных страданий. Все правда, все является целью духовной практики, целями. Высшая цель – любовь к Богу, безусловно. Она уже включает в себя достижение, мокши, освобождение. Но самый лучший ответ для меня, самый живой ответ, на самом деле то, что мотивирует больше, чем перспективы достичь према-бхакти, это то, что мы испытываем сейчас. Ощущение того, что ты находишься под защитой Верховной Личности Бога, вот это ощущение, вот это осознание, это то, ради чего, без сомнений, хочется практиковать сознание Кришны и совершенствоваться в сознании Кришны. Уже сейчас ощущение милости Кришны, опыт того, как Кришна проявляет милость, отвечает на предное служение, вот это чувство, то, что Господь рядом, и Он защищает и помогает идти по этому пути. Вот это, то, что мы переживаем уже сейчас в процессе практики, является самой сильной мотивацией. То, что сейчас всегда мотивирует сильней, Шрейс и Прейс, а из-за этого проблемы, когда есть обещание будущего, достижение каких-то благ в будущем. Очень тяжело контролировать себя и держать на этом пути, если сейчас ты просто отказываешься ни от чего не получаешь. Поэтому мы склонны соскакивать на чувственные наслаждения, потому что они сейчас. Но если мы предаемся Кришне, практикуем, вкладываемся в практику сознания Кришны, то мы получаем уже сейчас. Это трансцендентный Шрейс. Прямо сейчас уже хорошо. Прямо сейчас уже уменьшаются материальные страдания. Прямо сейчас уже увеличивается трансцендентный вкус удовлетворения. Прямо сейчас уже есть это ощущение защиты Кришны и какого-то зарождения вот этого бесстрашия перед лицом любых проблем, которые уже запланированы в нашей жизни. Не то, что они, может быть, будут, может быть, не будут. Они уже запланированы, точно будут. Старость, болезнь и смерть – это точно будет. Причем мы будем видеть смерть, мы будем умирать сами, мы будем сами стареть и болеть, страдать от хидаевики, от хиатмики, от хибаутики, от трех видов материальных страданий. Это все неотъемлемые черты материального существования. И перед лицом всего этого ужаса самсары возникает, зарождается некое спокойствие, что со мной будет все хорошо. Даже сквозь тьму, которая все еще окутывает наши сердца, мы можем так видеть, что тьма, невежество очень сильно окутывает наше сознание. Но все же, даже сквозь эту тьму видно наше светлое будущее, светлое будущее всех, кто принимает прибежище в практике сознания Кришны. Итак, веды являются откровением. Веды исходят непосредственно от верховной личности Бога. Нарайны, их называют дыханием Нарайны или эманацией Нарайны. Шабда, Брахман, трансцендентный звук, трансцендентное послание. Апауруше, знание, сверхчеловеческое знание, знание, которое не рождается через эксперименты, анализ, исследование из человеческого разума. Знание, которое дается с непосредственно верховной личностью Бога. Это знание безупречно лишено всех недостатков. Это к этой теме опять нужно будет нам обращаться по плану в курсе Пашриши Панишат. Итак, непосредственно теперь об этих стихах. Здесь Арджуна показывает пример, как принимать слова Кришны. И вот это предмет очень важен для анализа, для обсуждения в контексте обсуждения этих стихов, изучения этих стихов. Вот этот пример Арджуны внимательней, пристальней нужно рассмотреть, как Арджуна принимает слова Кришны. И нужно понять, как нам следовать в этом вопросе по стопам Арджуны. Итак, Арджуна уже кратко услышал о величии Кришны, о Хамсарвасе Прабхаво, Кришна уже сказал в Читухшлоке. Я источник всех духовных и материальных миров. И теперь Арджуна хочет спросить, начиная с 16 стиха, он будет уже просить Кришну рассказать о Вибхуте, но прежде, он с 12 по 15 стих, он хочет прославить Кришну, выразить свое понимание, показать, выразить себя, продемонстрировать, каким образом он уже принимает Кришну должным образом, как абсолютную истину, как Парамбрама, как Верховную Личность Бога, источник всего. Итак, с 12 по 15 Арджуна прославляет Кришну, и мы можем здесь увидеть пример того, как принимать слова Бхагавадгиты, сказанные Господом Кришной. Например, Арджуны. И с 16 по 18 стихи Арджуна просит Кришну рассказать о Випхуте, о которых он уже кратко слышал в 7, в 9 главе и сейчас в 10 в Четухшлоке. Вот таково положение этих стихов, таковы разделы. Это очень важно, видеть эти связи, видеть логику в повествовании для того, чтобы понимать весь предмет. парам-брахма, парам-дхама, павитрам, парам-бхаван, пурушам-шашватам-дивиам, адидевам, аджам-вибхум. Это первый стих, 12 стих. Здесь Арджуна прославляет Кришну. Он использует множество эпитетов. парам-брахма, парам-дхама, павитрам-парамам, парам-бхаван, пурушам-шашватам, дивиам, адидевам, аджам-вибхум. Все это различные способы, различные эпитеты, которые могут заменять верховную личность Бога. То есть парам-брахма, верховная личность Бога, парам-дхам-брахма, верховная личность Бога. Все это относится к верховной личности Бога, и многие из этих терминов могут служить синонимами к слову бхагаван, верховная личность Бога, или адипурушам. Итак, пословно, что это все означает? парам-брахма. Брахма абсолютно истина. Слово брахма, брахман относится как к душе, так и к верховной личности Бога в его аспекте парам-атм. Брахмана безличного сияния его транзанетного тела и к личности бога. Парам-брахма. Парам-брахма указывает на высший Парам, слово Парам указывает на высший. Парам Брама – это высший аспект абсолютной истины, личностный аспект, который выше аспектов Брамана и Параматмы. Также Парам Брама указывает на высшее исключительное одно живое существо, которое поддерживает множество других живых существ. Есть множество сознающих индивидуальных душ, личностей. Всех их поддерживает одно высшее живое существо – нитьо, нитья нам, чета наш, чета на нам. Итак, Парам Брама – это каждое живое существо брахман по природе, оно вечно, трансцендентно, отлично, не является продуктом материи. И Парам Брама – высшая личность, верховная личность Бога, который отличается от всех живых существ, индивидуальных живых существ. Парам Брахма. Баладовый Дебушин говорит, объясняет слово Парам Брама. Ты являешься Парам Брахма, который описывается в Шрути. То есть каждое утверждение Арджуны в этом стихе находит подтверждение в Шрути, в Упанишадах. И наши Ачари, помогая Арджуне, укрепляя авторитет Арджуны таким образом, в комментариях приводят ссылки на Шрути, на Упанишады, где те же самые эпитеты, те же самые определения, термины используются в отношении верховной личности Бога. Вот как, в частности, здесь, из Тайтирии Упанишад. Сатьям Гианам Анантам Брахма. Браман – это вечное знание и блаженство от Тайтирии Упанишад. Парам Дхама. Здесь дальше дается ссылка на Кена Упанишад. В Кена Упанишад говорится, что Верховный Браман является местом успокоения для всего. То есть Верховный Браман – это то, на чем все покоится, то, от чего все зависит. И Кришна уже объяснял это, что все покоится на нем. В седьмой главе, помните? Матах паратарам наньят кинчит тастит дхананджая. Все покоится на мне, подобно жемчужинам нанизанным на нить. Парам Дхама означает то, на чем покоится все. Баладов Дебушина говорит. Ты действуешь, ты выступаешь в качестве прибежища для всего. Парам Дхама. То есть это прибежище для всего. И это описывается в Шруте. Тасмин эва шри тах сарве таду на тьете каш чана. Все сущее принимает прибежище покоится на нем и только на нем. Никто не может превзойти его. Катха Упанишад. Также слово Дхама, Парам Дхама. Одно из значений санскритского слова Дхама – это тело. И Вишина Чикарита курс этой точки зрения смотрит на словосочетание Парам Дхама. Ты высшее, твое трансцендентное тело, садчитананда, является Парам, высшее, в высшей степени привлекательное, обладающее божественной, трансцендентной привлекательностью в форме шьямасундары. То есть Парам Дхама указывает на верховную личность Бога в его изначальной форме шьямасундары. Парам Дхама – высшая трансцендентная форма Господа. То есть эти слова Парам Дхама указывают на то, что Верховный Господь, именно Кришна, является изначальной личностью Бога, высшей формой Господа, о чем говорит Шримад Бхагавадам Кришнасту, Бхагаван Своям. В лекции Шилапрупад говорит следующее. Дхама означает… Другое значение слова Дхама. Дхама означает то, на чем все покоится. Все покоится на Господе. Вы можете видеть ночью множество звезд на небе. Но как они держатся, удерживаются в пространстве? Они все парят в солнечных лучах. Это все можно видеть. То есть солнце является основой, солнечная энергия является основой всего существующего внутри солнечной системы. И это можно видеть, что они парят в солнечном свете. Таким же образом, солнечный свет, в свою очередь, является отражением Брамаджёти, который исходит непосредственно от тела Верховной Личности Бога. Парамдхама. От его тела исходит трансцендентное сияние Брамаджёти. Оно проявляется в материальном мире как высшая энергия, здесь высшая материальная энергия, солнце, как свет солнца. Таким образом, все покоится на трансцендентном сиянии Верховной Личности Бога. Поэтому его называют Парамдхама. Парамдхама означает «все покоится на нем». Это очень простое объяснение. И видим, как это делается, как представлены эти выводы. С ссылками на изначальные ведические писания на Шрути, на Упанишады. Следующий. Павитрам Парамам. Слово Парамам, оно иногда относится к Бхаван. Парамам Бхаван и также относится к Павитрам. Оно стоит между ними. И в комментариях его объясняют, как относящимся к Павитрам и как относящимся к Бхаван. Парамам означает «высшее». Павитрам – высшей степени очищающий. То есть Кришна сам по себе, Верховный Господь, полностью безупречно чист. Его не может коснуться материальная скверна. Парамам. То есть он в высшей степени чист. Он не в гуне благости. Он полностью трансцендентен. И Павитрам Слово также указывает на его способность очищать. Также приводится в комментариях ссылки на ведические писания, где говорится о том, что тот, кто видит его, тот, кто думает о нем, освобождается от всей скверны греха. То есть просто слушать о Кришне, думать о Кришне, видеть Кришну в форме божества в храме, слышать трансцендентный звук святого имени Кришны, заниматься служением Кришне. Любой контакт с Кришной очищает живое существо от всей материальной скверны. И никаким другим образом очиститься от скверны греха невозможно, кроме как через контакт с высшим чистым Павитром. Это слово нам уже встречалось в 9 главе. Процесс предного служения является тоже Павитром. По той причине, что он, предное служение и весь процесс предного служения является проявлением внутренней энергии Верховной Личности Бога, и неотличной от Него, имеет те же качества, что и он сам. То есть процесс предного служения – это способ соприкоснуться, прийти в контакт с духовной энергией Господа и самим Господом. И любой, кто занимается предным служением, очищается от скверны греха, очищается от всей материальной скверны. И Парамамбхаван – высшее существо, высшая личность. Бхава – от слова Бхава, Бхаван. Бхаван – тот, от кого все начинается. Он – высший источник всего. Парамамбхаван означает, что он высший источник всего. И, естественно, множество утверждений и священных писаний, указывающих на Кришну как на высший источник, изначальную причину всего. Пурушам – знакомое всем слово, означает верховный, наслаждающийся. Прежде всего, это слово означает указывать на личность, обладающую чувствами и желаниями. То есть Пурушам – очень хорошее, подходящее, идеальное слово, термин в отношении верховной личности Бога. И, в сущности, Ади Пурушам означает изначально верховный личность. Ади Пуруша или Парама Пурушам является синонимом известного нам в словосочетании верховная личность Бога. Пурушам – верховный, наслаждающийся. Оно указывает на то, что он имеет мужскую природу, имеет желание, имеет я, имеет предпочтение и чувство. Шилл Парпадо написал однажды стихотворение, посвященное Бхакти-Сидань-Сарасвати, где он говорит «Абсолют чувствует, ты доказал, туман Маевады ты разогнал». То есть это очень важное слово Пурушам. И оно несет в себе именно вот этот принцип, мужской принцип. Есть два термина в санскрите, один указывает на мужскую природу, другой на женскую. Пуруша и Пракрити. Все живые существа Пракрити относятся к категории Пракрити. Энергии, подчиненной Ади Пуруши, изначальному Пуруши. Это очень глубокий термин. Он связан непосредственно с нашим пониманием себя, с самоосознанием. Кто я? В чем выражается мое истинное я? Если Кришна Пуруша, а я Пракрити, то наше предназначение и наш долг очевиден. Мы непосредственно являемся шахтой или Пракрити, энергией Господа. Подчиненной Ему вечно мы занимаем положение Пракрити. Наше предназначение действовать всеми различными способами для удовлетворения изначального Пуруши, Верховной Личности Бога. Шашва там указывает на то, что он вечен и изначален. Он существует вечно, у него нет причины. Еще о Пуруши немного из лекции Шилу Брупады. Все живые существа описаны в Бхагадгиде как Пракрити. Пракрити означает женщина, Пуруша означает мужчина. Все живые существа никогда не описываются как Пуруша. Пуруша – это Кришна. Арджуна говорит «Парам Брамап, Парам Дхама, Парам Дхама, Павитрам, Парамам Бхаван, Пурушам Шашватам Дибьям, Адидева Маджам Вибхум, Пурушам Шашватам». Кришна всегда является Пурушей. Бог никогда не является женщиной. Бог всегда мужчина, Пуруша. И мы все. Пракрити. Мы относимся к категории высшей духовной энергии, но все-таки энергии, Пракрити, Кришна, Пуруша, мужчина. И мы все имеем женскую природу. То есть смысл этого в том, что все живые существа предназначены для удовлетворения Верховной Личности Бога. И если Господь доволен тем, как живое существо думает, чувствует, желает, говорит и действует, тогда живое существо обретает полное, абсолютное блаженство. Живое существо может быть счастливо, только если играет свою роль. Действует как Пракрити, как тот, кто предназначен для служения и удовлетворения изначального Пуруши. Пуруша означает наслаждающийся, Шелупрупад говорит Догу, вместе реча, да. То есть он, его дело наслаждаться, наше дело действует так, чтобы доставлять ему удовольствие. Это вечная истина, это вечное положение вещей, природа вещей. Никакой гармонии, покоя и счастья не будет, пока мы пытаемся сами быть Пуруши, хотя по сути мы являемся Пракрити. Это гендерное нарушение, так сказать. Дивиам, Адидевам, Аджам, Випхум, прям сразу все эти термины. Дивиам указывает на трансцендентную, божественную. Адидевам указывает на то, что он выше всех полубогов, все полубоги поклоняются ему. Он изначальный Господь, Верховный Господь, неравный другим полубогам. Аджам, уже мы это встречали в Бхагадгите, нерожденный. То есть он не рождается под влиянием законов кармы и гун материальной природы. Випхум, величайший. Нет никого более великого, чем он. И прочитаем. Из лекции Шилупрупады. Кришна, Верховная Личность Бога. И человек должен всегда медитировать на Него и наслаждаться своими трансцендентными отношениями с Ним. Он Верховное Существо. Он свободен от телесных потребностей, от рождения и смерти. Не только Арджуна подтверждает это, но также и все ведические писания. Это следующий стих «Ахуст вам решаях сарве». То есть Арджуна ссылается на авторитет великих личностей, признанных знатоков ведического знания, через которых это знание распространяется, передается через величайших авторитетов, таких как Нарада. На них, на Нарада, Асито, Девила и Вьясадеву. Он ссылается, что это не просто мое мнение, это не просто мой сентимент. Я говорю сейчас об этом. Люди, когда хотят кого-то прославить до сих пор в Индии, приравнивают к Богу или объявляют Богом. Это Анардха в современном хиндуизме, от которой прям коробят. Иногда очень благочестивые люди, которые имеют веру в веды, следуют ведам, очень хорошо относятся ко всем аспектам ведической культуры, в том числе к Бхакти. То есть у них от природы есть предрасположенность в Бхакти. Как начнут кого-то прославлять, так сразу у них там кто-то Бог. Это все, безусловно, осквернение Маевады и результат недостаточного образования в ведическом знании. Арджона ссылается на великих авторитетов, которые также утверждают, что Кришна является Верховной Личностью Бога. Вьясадева посвятил целое произведение именно высшей форме Личности Бога Кришне. Шримад Бхагатам, Кришна с Ту Бхагаван Сваям, где десятая песня является кульминацией всего повествования, центром, главным объектом всего произведения. А десятая песня – это трансцендентные лилы Кришны. Именно этого Кришны, который сейчас стоит перед Арджуной на колеснице, рассказывает Ему Бхагат-Гиду. Этот самый Кришна, который совершает лилы, описанные в десятой песне Шримад Бхагатам, и стоит перед Арджуной на колеснице, рассказывая Бхагат-Гиду, является из Ади Пуруши, изначальной Верховной Личностью Бога, причиной всех причин, источником всех экспансий Бога. Итак, ссылки. Не только Арджуна подтверждает это, но и все ведические писания, пураны и исторические хроники. Везде в ведической литературе Кришна таким образом описывается. И Верховный Господь сам также говорит о себе в четвертой главе Бхагат-Гиды. Хотя я нерожденный, я являюсь на этой планете для того, чтобы восстановить религиозные принципы. Он изначальный источник всего. Изначальная причина – источник всего. У него у самого нет причины, поскольку он является причиной всех причин и источником всех эманаций. Все исходит из него. Это совершенное знание можно обрести по милости Верховной Личности Бога. Итак, то есть то, что содержание того, что мы прочитали сейчас, того, что мы обсуждаем, того, что мы читаем в Бхагат-Гиде, все это можно постичь. Это совершенное знание, которое можно обрести по милости Верховной Личности Бога. далее итак мудрецы о ссылках на ахуствам решают сарветы варшир народа статха сита девала в ясах своем чего бравишами ты сам не говоришь здесь богат гите который является частью махабара ты тоже относится к корпусу сомрите ведической литературы на богат гита часть махабарта бхарата это эпос он относится к категории смрите это дано в ясадевы великим авторитетом и автором ведической литературы и эти слова то есть не просто кришна здесь сказал эти слова подтверждаются в ясадевы они включены в махабарату народа признанный авторитет главный авторитет науки предного служения до ваших народа оси то девала и в яс а авто доказательством того что я принимаю тебя правильно я понимаю тебя правильно являются мнение великих авторитетов таким образом если мы изучая бхагат гиту и практикуя сознание кришны приходим к выводу и утверждаемся в этом выводе что кришна является изначальной причиной всех причин верховной личности бога высшим проявлением абсолютной истины то наше мнение не отличается от мнения народы и в ясадевы и от мнения выраженного от утверждений в которые можно найти в изначальных ведах в шруте то есть на таким образом наше мнение совершенно наше понимание совершенно если мы примем слова кришны также как их принимает арджуна и так главным из всех мудрецов является народа по милости верховной личности бога таким удар сам открывается смысл вет таким образом они обращаются к тебе как тому кто находится за пределами гун материальной природы как тому кто является источником всех полубогов как нерожденному как к самому могущественному дивиам пуруш мади дэва маджам випхум в ведах говорится тасмат кришна эва паро дэва стам дьяет там рассет там баджет там я джет поэтому кришна господь находящийся за пределами гун материальной природы человек человек должен медитировать на него наслаждаться отношениями с ним это говорит балады в дебушина эти слова фактически повторяет шила праупада служить ему и поклоняться ему это цитаты из тапа не упанишат он татс дальше и еще оттуда же он татсат идти джанма дарабьям и на стану а ям а че делаем то что называют он татсат невозможно разделить разрушить или разделить она вечно нерушимо обладает не вечной нерушимой неделимой формой и она отличается от всего что рождается и увядает гопала тапа не упанишат в гите уже говорилось а джо описано в я и атма я нерожденный но тем я нерожденный и неразрушимый но я являюсь в этот в этом мире divya purusha и и мама джо манадим ч а опять из богат гиты тот кто знает меня как нерожденного не имеющего начала и также а джо мади дэвом в 10-3 в третьем стихе может читали и хам сар вас я пробала я источник всего вибром то есть все это уже было все это есть бога в гите все эти утверждения истина которую все что говорит кришна здесь о себе является истиной о нем и подтверждается священными писаниями великими авторитетами и реализациями великих преданных в течение из всей истории человечества в этих двух стихах верховный господь дает шанс философом маеваде шел бру пады говорит комментарии потому каким образом он дает им шанс до этом шанс понять что верховный господь отличается от всех индивидуальных живых существ тогда как философы маеваде склонны считать что все живые существа являют брахман то есть нет никакого исключительного живого существа все брахман все едино нет живое существо высшее живое существо верховный господь отличается от всех других живых существ и в этих стихах это ясно явно утверждается словами в словах арджуны и так арджуна давайте пройдемся я своими словами быстро пройдусь по комментарии шилу пропады несколько очень ярких моментов здесь есть важных моментов и так арджуна после того как он услышал четыре стиха бхагавадгиты в которых содержится суть чатушлоку после как чатушлоку арджуна услышал он полностью освободился от всех сомнений принял кришну как верховную личность бога вот вы вот что мы видим вот пример арджуна нам нужно сделать то же самое дальше каждый 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 полубог и каждое живое существо человеческое живое существо зависимо от кришны люди и полубоги и только из-за своего невежества считают что они абсолютно независимы от верховной личности бога и это невежество совершенным образом можно устранить посредством выполнения предного служения невежество то есть понимать это проявление невежество ощущение себя независимым от верховной личности бога это болезнь проявление болезни материальной, оно устраняется совершенным образом посредством выполнения преданного служения. То есть требуется не только убежденность и знание, требуется личная духовная реализация. Нам должно открыться изнутри. Мы должны очень ясно увидеть природу материального существования, природу всего существующего, увидеть явственно, что мы зависимы, полностью зависимы от Верховной Личности Бога. Все, что Арджуна говорит в этих стихах, подтверждается в ведических произведениях. Ведические наставления подтверждают, что только тот, кто выполняет преданное служение Верховной Личности Бога, может понять его, другие не смогут. Каждое слово, произнесенное здесь Арджуной, подтверждается ведическими писаниями. Вот это очень важные слова Шилупропады. Каждое слово, произнесенное Арджуной здесь, в 12 стихе, подтверждается в ведах. И наши ачарии выполняют эту работу и показывают эти цитаты, утверждения вед, в которых эти утверждения Арджуны подчеркиваются. Это то, с чего мы начали, да? Прочитали множество цитат из Упанишат, подтверждающих все, что говорит Арджуна. Каждое слово Арджуны поддерживается авторитетом Шрути изначальных вед. Шилупропада ссылается на Кену Упанишат и Мундаку Упанишат тоже. В Кену Упанишат утверждается, что Верховный Браман – место успокоения всего, то, на чем все покоится. И Кришна уже объяснил, как все покоится на нем. В Мундаку Упанишат подтверждается, что Верховного Господа, на котором все покоится, можно осознать только, если человек занимается постоянно размышлениями, если человек постоянно размышляет о нем. Мундаку Упанишат говорит, что просто думая, размышляя о нем, человек может осознать его. И это постоянное размышление о Кришне является ничем иным, как процессом преданного служения. С Мараном – один из методов преданного служения. Только посредством преданного служения можно постичь, понять Кришну, его положение и освободиться от этого материального тела. Освободиться от материального тела – здесь имеется в виду не умереть, а освободиться от необходимости рождаться и умирать когда-либо. Итак, если мы хотим понять Бхагавад-Ги, то мы должны принять утверждение этих двух стихов. Вот это, в общем-то, суть этих стихов передана вот в этом абзаце. Я с английского читаю, поэтому чуть-чуть может отличаться, но по смыслу, с точки зрения русского языка, может быть хуже, но с точки зрения смысла хуже не будет. Итак, если мы хотим понять Бхагавад-Ги, то мы читаем, что говорит Шилу Парупада. Если мы хотим понять Бхагавад-Ги, то кто-то хочет понять Бхагавад-Ги, то или кто-то хочет, чтобы в одно ухо влетело, в другое вылетело, и ничего не осталось. И вот здесь рецепт. Если мы хотим понять Бхагавад-Ги, то мы должны принять утверждение этих двух стихов. Это называется система парамбры – принятие ученической преемственности. До тех пор, пока человек не принадлежит к цепи ученической преемственности, он не сможет понять Бхагавад-Ги. Это невозможно для так называемых академических ученых. К сожалению, те, кто гордятся своим академическим образованием, несмотря на множество доказательств из ведической литературы, придерживаются своих упрямых убеждений, что Кришна является обыкновенным человеком. Итак, здесь нам предлагается вариант, выбор. Мы чье мнение будем принимать? Арджуны, Вьясадевы, Нарды Муни, Бхакти-Сиданта Сатасвати, Шилабрупады, Рамануджи Ачари, Мадва Ачари, даже Шанкара Ачари, или какого-то курящего сигары, ковыряющего в ушах ученого-академика, который не может контролировать свои чувства и живет в очень глубоком мраке атеизма и материализма. Чье мнение мы примем? Выбор. Вот это серьезный этап формирования, построения веры. Мы чей авторитет будем принимать? Потому что не принять авторитет в этих вопросах невозможно. Надо принять чей-то авторитет. Вот благочестивые люди быстро доходят до вот этой дилеммы, что невозможно разобраться самостоятельно и с помощью материальных чувств, материальных методов. Необходимо принять знание, авторитетный источник и знание из него как истину. Тогда надо просто выбрать, из какого источника мы будем принимать. И Шилабрупада, как я упомянул уже, комментирует эти стихи к введении к Бхагаудгите. Я прочитаю этот участок из введения, где Шилабрупада комментирует эти стихи. С 12 по 15 в сущности он комментирует. Слушаем. Услышав Бхагаудгиту от Кришны, Верховного Господа, Арджуна признал в нем Верховного Брахмана, Парам Брахма. Каждое живое существо является Брахманом, Духом, но Верховное Живое Существо, Верховную Личность Бога называют Верховным Брахманом. Парам Дхама означает, что Он Высший Приют, Обитель Всего Сущего. Павитрам значит, что Он Чистейший и Его не может коснуться материально и скверно. Пурушам, Он Верховный Наслаждающийся. Шашватам, Изначальный. Дивиан, Трансцендентный. Адидевам, Верховная Личность Бога. Аджам, Нерожденный. И, наконец, Вибхум, Величайший. Кто-то может подумать, будучи другом Кришны, Арджуна говорит все это ему, чтобы польстить. Чтобы развеять подобные сомнения, которые могут закраться в ум читателя Бхагавадгиты, Арджуна в следующем стихе приводит основания для словословий в адрес Кришны, говоря, что не только Он Сам, но и такие авторитеты, как Нарада, Асита, Девала и Вьясадева, признают Кришну Верховной Личностью Бога. Все они, великие мудрецы, признанные всеми очарями, как носители ведической мудрости. Поэтому Арджуна говорит Кришне, все, что Ты сказал мне, я считаю безупречной истиной. Я принимаю как истину все Твои слова. Арджуна также говорит, что постичь Личность Бога чрезвычайно трудно. Это не под силу даже великим полубогам во всех отношениях к превосходящим людей. Так как же тогда человеку постичь Господа Шри Кришну, не став Его преданным? Поэтому изучать Бхагавадгиту следует с преданностью и смирением. Никто не должен считать себя равным Кришне. Или думать, будто Кришна обыкновенный или же очень великий человек. Господь Шри Кришна – это Верховная Личность Бога. Поэтому для начала нужно принять на веру слова Бхагавадгиты или слова Арджуны, которые стараются понять Бхагавадгиту. И хотя бы теоретически признать Шри Кришну Верховной Личностью Бога. Только в таком смиренном состоянии ума мы сможем постичь Бхагавадгиту. Человеку, лишенному смирения, очень трудно понять Бхагавадгиту, ибо смысл Бхагавадгиты – великая тайна. Итак, у Арджуны была очень уникальная возможность непосредственно от Кришны услышать Бхагавадгиту. Настолько он удачлив. Но что касается нас, наше дело следует поступам Арджуны. То же самое благо можно получить, которое Арджуна получил, непосредственно услышав от Кришны философию Бхагавадгиты. То же самое благо можно получить, если мы будем следовать поступам Арджуны, будем следовать принципам ученической преемственности и принимать слова Кришны таким образом. Как Арджуна понял Бхагавадгиту, мы должны также попытаться понимать ее таким же образом. Это ключ, ключ к пониманию Бхагавадгиты. Поэтому в самом начале уже в видении Шилупрупады ссылаются на эти стихи. Это очень важные стихи. Арджуна принял Кришну, Верховной Личностью Бога. Далее из лекции Шилупрупады я прочитаю пару предложений. Даже если мы не понимаем Бхагавадгиту, но следуем поступам Арджуны, тогда мы сможем прийти к пониманию всего. Это называется парамбара. Вам не нужно озадачивать, напрягать свои мозги, пытаясь понять Кришну усилием. У нас очень слабенький сейчас интеллект. Про жителей Калиюги всех в общем здесь говорится. Но мы можем просто принять то, что говорит Арджуна, и тогда мы станем совершенными. Я могу быть дураком номер один, глупцом номер один, но если я принимаю Махаджин Янагатаса Банга, Махаджина означает те, кто является авторитетом, если я принимаю мнение авторитетов, тогда вы поймете. Если Арджуна понял это таким образом, тогда позвольте и мне понимать это так же. Вот и все. Это очень простая вещь. Тогда вы поймете Бхагавадгиту. Дальше. Так называемые ученые и философы не понимают Кришну, но они говорят всякую глупость. И находятся глупцы, которые ценят эту глупость. Это описано в Шримад Бхагаву. Эти негодяи, эти так называемые ученые, эти так называемые воплощения, их принимают простые, их принимает очень простой класс животных. Людей, которые принимают ложные воплощения, и людей, которые принимают авторитет атеистичных ученых, ученых, шилопрпад приравнивают по уровню интеллекта к животным. Но мы при этом можем быть глупцами номер один, но принимать авторитет великих личностей, и тогда мы будем прогрессировать, мы будем понимать, нам откроется, понимать учение Бхагавадгита, нам все откроется. Ведическое понимание – это следование по стопам предшествующих ачарьев, которые понимали вещи такими, как они есть. Если мы будем делать так, наша жизнь станет совершенной. Если вы примете все эти утверждения Арджуны, Бхагавадгита была дана, объяснена Арджуне непосредственно Кришной. Если вы не оцените по достоинству то, как Арджуна услышал Бхагавадгиту непосредственно от Кришны, тогда кому тогда вообще верить вы будете? То есть это единственное здравое направление, куда следует вложить свою веру, открыться, проявить доверие к авторитету великих личностей и великих писаний. Итак, закончим с этими двумя стихами. Если есть вопрос, пожалуйста, можно задать. Или продолжим раздел. У нас еще 14-15 текст. Ну, иногда с 12 по 18 это один раздел, то есть с 12 по 15 прославляется Кришна, а с 16 по 18 Арджуна просит рассказать о Вибхуте. Их иногда могут объединять, но логично их также и делить. 14-15 стихи у нас впереди. Давайте продолжим. О, Кришна, все, о чем Ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не способны постичь Тебя. Читаем весь комментарий Шилу Праупады. Здесь будут повторяться те же самые моменты о положении Кришны, о том, как следует принимать его, идя по стопам Арджуны, следуя системе парамбры. То, что мы уже обсуждали, здесь сейчас будет повтор. Арджуна подтверждает здесь, что демоны и атеисты не способны постичь Кришну. Его не могут постичь даже полубоги, не говоря уже о современных горе-ученых. По милости Верховного Господа, Арджуна понял, что Высшая Истина – это Кришна, Всесовершенная Личность Бога. Каждый из нас должен последовать примеру Арджуны, стоящего первым в ученической преемственности, по которой передается Бхагавад-Гита. Как говорилось в 4 главе Парампара, цепь учителей, по которой передается учение Бхагавад-Гиты, была прервана. Поэтому Кришна восстановил ее, сделав Арджуну, которого считал своим близким другом и великим преданным первым звеном в этой цепи. Вот почему, как было сказано в обведении Гита Паниша от знания, содержащиеся в Бхагавад-Гите, должно быть получено по Парампаре. Когда Парампара была прервана, Арджуна был избран на роль ее продолжателя. По примеру Арджуны, мы должны безоговорочно принять все сказанное Кришной, тогда мы сможем постичь суть Бхагавад-Гиты и только тогда осознаем, что Кришна – верховная личность Бога. По поводу Арджуны, как звена в Парампаре, Арджуна, безусловно, является звеном Парампары. Вот Кришна непосредственно дает знания Арджуне. Арджуна его воспринимает. Принимает. Мы видим, как он его принимает. Мы видим все то знание, которое он дает. Фактически, вот именно эти стихи, являются этим скреплением нас, читателей, Бхагавад-Гиты, с Арджуной, с первым звеном сразу же. И как и положено в системе Парампара, мы с этим звеном скрепляемся не напрямую, а мы видим объяснение Ачарьев, которые придают вес и ценность, вернее, не придают, а указывают на ценность и вес этих слов Арджуны. Вот этот самый момент, где Арджуна выступает в роли звена Парампары. Часто задают вопрос, а где? Вот Арджуны в списке нет, а кого Арджуна посвятил в это знание, кому он его рассказал. Вот Арджуна его, вот здесь, услышав суть Бхагавад-Гиты в четырех стихах, говорит, Парам-Дхама, Парам-Брама, Парам-Дхама, Павитрам Парамам-Бхаван. Как он понял это все? Вот здесь он выступает этим звеном. То есть, он безусловно является звеном в Парампаре. Благодаря ему мы имеем, он является причиной, благодаря ему, потому что он впал в и люди по воле Господа, мы имеем знания Бхагавад-Гита, которые передаются, по цепи ученической преемственности. То есть, он не является звеном в Парампаре, в цепи ученической преемственности в таком, в обыденном смысле. В обыденном, это не что-то принижающее, в общепринятом смысле. Но он является звеном, и вот в этих стихах он непосредственно выступает, как звено. Вот Кришна рассказал, Арджуна вот так вот понял. И так же мы должны понимать. Вот это наше скрепление с Арджуной, как со звеном, вот в этих стихах. Это очень-очень важные стихи. Прочитаю из комментариев Баладевы Дебушины. Все, что ты сказал, я считаю истинной. Ритам. Слово Ритам указывает на то, что все, что Арджуна услышал от Кришны, он сознает, что это все является абсолютной правдой. Это так и есть. Я не считаю, что это просто прославление о Кешава. Он называет его Кешава. Не случайно. Мы уже говорили об этом, что имена, которые Арджуна и Кришна используют по отношению друг к другу, имеют смысловое значение. И Кешава основан от Ка и Иша. Ка указывает на Господа Браму, Иша на Господа Шиву. Кешава, Ва указывает на Вайасе. Слово Вайасе, означающее связываешь, сковываешь, связываешь от корня В. И таким образом, Кешава означает имя Кришны, Кешава, подозревающее, что ты связываешь Браму и Шиву. Не даешь им обладать всей полнотой знания о твоей истинной природе. Бессловно, они обладают полным знанием по милости Кришны, но сами по себе они не могут обладать этим знанием. Даже такие великие полубоги, как Брама и Шива. Итак, что здесь примечательным в использовании этого слова? Арджуна в восторге говорит, все, что ты сказал, я принимаю как истину. То есть он понял все. Арджуне открылось все. Ему абсолютно совершенно ясно, что Кришна – верховная личность Бога. И дальше он называет Кешава. Это удивительно. Это подчеркивает вот этот восторг и восторг, что ему открылось это все, что ему все понятно. Он принимает это все как истина. Даже Брама и Шива могут не всегда понимать эту истину. Великие полубоги. Но мне это открылось. Это смысл использования этого имени. Это уже во втором стихе, 10-2, во втором стихе Кришна уже говорил, что даже полубоги не могут его постичь. О Господь всех, Бхагаван, О безграничный океан шести трансцендентных качеств. Полубоги и данные не могут постичь твою трансцендентную, привлекательную в ягдем форму, наделенную всеми трансцендентными качествами, как верховный Браман. Скорее, они недооценивают и даже оскорбляют тебя, думая, что ты подобен другим. То есть это иллюзия, распространенная в материальном мире иллюзия. Влияние материальной энергии выражается в том, что даже великие личности, обладающие великим материальным могуществом и очень развитым интеллектом, склонны думать, что Бог не является личностью, Кришна не является верховной личностью Бога, Он является обычным человеком или великой личностью исторической, если даже Он и был когда-либо, или это все является мифами индийскими, и так далее. Все это влияние материальной энергии. И это не случайно, это не что-то такое противоестественное. Так действует материальная энергия, так те, кто не обладает благочестием и не заслуживает этого, не могут постичь Кришну и положение Кришны. Следующий текст, 15-й. Воистину, только ты, О Верховная Личность, Источник Всего Сущего, Властитель всех живых существ, Бог Богов и Повелитель Вселенной посредством своей внутренней энергии, знаешь себя. Здесь читаем весь комментарий, небольшой, среднего размера. Будем читать весь комментарий. И самое-самое-самое первое, что надо об этом стихе понять, что все, все, все способы, какими Арджуна здесь обращается к Кришне, Пурушоттама, Бутабхавана, Бхутеша, Дева-Дева, Джагатпате. Пять. Все они являются синонимами Верховной Личности Бога, который, каждый в отдельности, подчеркивает определенную грань его трансцендентного положения и могущества. И они важны все, потому что, если просто убрать какой-то один из них, это уже будет неполным пониманием положения, трансцендентного положения Верховной Личности Бога. Это будет лишь частично. Все эти пять обращений Кришне, которые в сущности могут быть использованы как синонимы к слову Бог или Верховная Личность Бога, все они подчеркивают разные грани его трансцендентного могущества и исключительно трансцендентного положения в отношении всего сущего. И если человек понимает что-то одно, вот, допустим, Шилл Бруппада часто говорит, что многие понимают Бога как Творца, но это очень начальное понимание. Безусловно, он Творец, изначальный Творец, но детали процесса Творения могут помочь осознать глубже его величия и могут мотивировать сильнее, чем больше мы понимаем о Кришне, тем больше нас мотивирует, тем больше у нас мотивации предаться ему и покончить с материальным существованием, достигнув высшего духовного совершенства. если он Творец, ну, Творец и Творец, если он изначальный прародитель всех живых существ, ну, ладно, мы сейчас прочитаем, что весь комментарий направлен на то, что все эти обращения Арджуны к Господу, они все важны, потому что каждый из них подчеркивает разные грани его трансцендентного положения, исключительного трансцендентного могущества. Давайте теперь читать комментарии и увидим это все сами. Постичь Верховного Господа Кришну могут только те, кто связан с ним посредством предного служения, подобно Арджуне и его последователям. Демонам и атеистам никогда не постичь Господа. Философские рассуждения, отдаляющие человека от Верховного Господа, тяжкий грех, поэтому те, кто не знает Кришны, не должны пытаться комментировать Бхагавадгиту. Бхагавадгита рассказана самим Кришной и поскольку она является наукой о Кришне, постичь заключенное в ней знание можно только получив его от Кришны, как это сделал Арджуна. Оно не может быть получено от атеистов. Шематбхагаватам сказано Высшую истину постигает в трех аспектах. В аспекте безличного Брамана, в образе Параматмы в сердце живого существа и, наконец, в образе Верховной Личности Бога. Таким образом, постижение Верховной Личности Бога является последним этапом осознания абсолютной истины. Обыкновенный человек и даже человек, получивший освобождение и постигший безличный Браман или Параматму в сердце всех живых существ, не обязательно понимает, что Бог Личность. Для того, чтобы постичь Верховную Личность таким людям, нужно читать стихи Бхагавадгиты, произнесенные этой Личностью Кришной, которые некоторые им персоналисты признают, и вот с этого момента внимательнее уже вот про содержание смысла этого стиха непосредственно. Некоторые им персоналисты признают Кришну Бхагаваном и принимают его авторитет, но далеко не все из тех, кто обрел освобождение в состоянии понять, что Кришна это Пурушоттама, Верховная Личность, поэтому Арджуна называет его Пурушоттамой. Даже поняв это, бывает трудно осознать, что Кришна Отец всех живых существ, поэтому Арджун называет его Будда Баваной, но даже тот, кому известно, что Кришна является Отцом Поэтому, обращаясь к Кришне, Арджуна называет его Бхутэша, Верховным Повелителем, но и те, кто признает Кришну Верховным Повелителем всех живых существ, могут не знать, что он источник всех полубогов, поэтому Арджуна называет его Дева-девой, Господом, которому поклоняются все полубоги, и, наконец, для тех, кто знает Кришну как объект поклонения полубогов, но не понимает, что он Верховный Властелин, Повелитель Всего Сущего, Арджуна называет его Джагат-пати, и так Арджуна, которому открылась истина, а Кришне провозглашает ее в этом стихе, и мы, последовав его примеру, тоже сможем постичь Кришну таким, какой он есть. Итак, Кришна, такой, какой он есть, описан в этом стихе. Пурушотама, он Верховная Личность Бога, Верховный Ненаслаждающийся, Высшее Существо из всех, множество живых существ, но даже это недостаточно. Бута Бхавана, Бута Бхавана, он источник всего сущего, из него, он причина, из него все исходит, из него все эманирует, от него все началось, но даже этого недостаточно. Бутэша, и он в данный момент является повелителем всех живых существ. Но даже этого недостаточно. Дева-дева, он бог всех богов, и все великие полубоги поклоняются ему, и даже этого недостаточно. Джагат-патэ, владыка вселенной, тот, кто защищает. вот это нужно всесторонне изучить науку о Кришне для того, чтобы полноценно медитировать на Кришну, обращаться к Кришне и заниматься предным служением ему и ждать, ждать, когда мы наконец станем достойны вернуться к нему, в его духовную обитель. Прочитаем несколько моментов из лекций Шилупрупады и комментариев Ачариев. Аржуна говорит, сарваматадаритам манье яд вадаси кешава. Мой дорогой Кришна, все, что ты говоришь, я принимаю. Это таким должен быть процесс понимания Бхагавадгиты. Все, что ты говоришь, я принимаю все. Не так, что мне не нравится вот это, но нравится вот то. Поэтому то, что мне не нравится, я ту порцию отвергну, не буду принимать. Такое изучение Бхагавадгиты бессмысленно. Все, что ты сказал, я принимаю. В одном месте Шилупрупады дает определение Шрадхи, веры. Он тоже с точки зрения принятия объясняет веру, Шрадху. То есть, если мы принимаем все, что говорит Кришна, а не какие-то порции, к которым у нас есть симпатия, а которые нам не нравятся, мы не принимаем, то это не Шрадха. Шрадха, когда мы принимаем все полностью авторитет священных писаний, духовного учителя, великих ачарьев, принимаем авторитет Кришны в полной мере, принимаем все его слова как абсолютную истину. Вот это процесс понимания Бхагавадгиты. Абсолютно все, что говорится Кришной и дается в священных писаниях, является абсолютной истиной. Вот это означает Шрадха. Баладе Ведебушина говорит, поэтому Кришна говорит, защитник вселенной, Джагат Пате. Смысл того, что он добавляет Джагат Пате ко всем остальным, Арджуна говорит Джагат Пате. Джагат Пате он дает средство к существованию, поддерживает, защищает, дает все необходимое для жизни и греховным, и благочестивым живым существам всем. То есть он поддерживает и защищает всех, независимо от того, он греховное существо или благочестивое. Поэтому Джагат Пате очень важное добавление, то есть он абсолютный верховный владыка всего и абсолютно все зависят от него. Джагат Пате и теперь, когда Джагат Пате добавлен, все Кришна описан совершенным образом. Тоже очень важный стих. Недостаточно понимать, что Кришна причина всех причин, источник всего сущего. Недостаточно понимать, что он высшая личность, верховный наслаждающийся. Недостаточно понимать, что он прародитель всех живых существ и все началось от него. это необходимо, это абсолютно необходимо, понимать его таким образом, но недостаточно. И вот этот стих он дает полное понимание, полный комплект. Вишанат Чакартакур говорит, поэтому ты один знаешь себя, вот это Сваяма, Ватма, Натма, Нам, ты один знаешь себя. Что означает Кришна, хотя он нерожденный, он рождается в материальном мире, приходит в этот материальный мир, оставаясь нерожденным, аджем. И он являет себя, свою изначально трансцендентную форму посредством своей внутренней энергии, не подчиняясь законам материальной энергии. Преданные это все знают. Преданные знают, что Господь нерожденный. Некоторые имперсоналисты гьяни или йоги могут знать, что Господь нерожденный и не могут понять, что он рождается. Преданные знают, что Господь нерожденный, он вечно существует в своем трансцендентном духовном теле, в этом материальном мире в форме различных аватара. Преданные это все понимают, но они не понимают, как. Только Господь сам понимает, как он посредством своей духовной энергии являет себя и являясь нерожденным рождается. Это очень сильное утверждение. Мы не поймем всего никогда, только сам Господь обладает полнотой знания. Но по милости Господа тем, кто служит Господу, откроется достаточно для того, чтобы обрести вечное положение в духовной трансцендентной лилии Господа в духовном мире. С этим нет никаких проблем, но в полной мере знает себя только он сам. И так только ты один знаешь о себе самом. Твои преданные могут, конечно же, знать, что ты принимаешь рождение, хотя ты нерожденный. Но они знают, что хотя это кажется невозможным, когда нерожденный рождается, об этом Кунти говорит, восхищается этим. Они знают это, восхищаются этим, они понимают это. Но даже преданные не знают, каким методом, как вообще ты это делаешь. Каким образом ты являешь себя здесь в материальном мире, в своем изначальном духовном теле. Только ты один это понимаешь, как это работает. То есть это и не надо. очень многие вещи не надо понимать для того, чтобы достичь совершенства сознания Кришны, потому что их в принципе по природе по сути своей понять невозможно, как он это делает. Ты один ever знаешь это. Ты это знаешь посредством себя самого. То есть тебе никто не нужен со стороны, чтобы это знать. А нам нужна милость Кришны. Нам открывается наука о Боге. Нам открываются трансцензерные качества Кришны и природа на наших отношениях с Кришной ровно так, насколько Кришна нам желает ее открыть и считает важным ее открыть. Тогда как он не нуждается в помощи со стороны, он сам посредством своей способности к познанию, которое совершенное и ничем не ограниченно знает себя в полной мере. Все, мы закончили стихи, можно один-два вопроса задать. Есть вопрос. Вы сказали, что прямо сейчас мы можем ощущать защиту Кришны. Как это проявляется в нашей жизни? Какие самые убедительные яркие доказательства тому? Безусловно, каждый предный имеет индивидуальный опыт того, как Кришна проявляется в его жизни. По этикету принято говорить в общих чертах. Ну, давайте как подойти к этому вопросу. Парешану Бава, личный опыт общения с Господом, это движущая сила. Есть вот этот стих 11-2-42, 11-я песня. Бахтия Парешану Бавау Вирактир, а не от врача, где описаны симптомы духовного прогресса. Когда человек ест, он знает, что ему вкусно, ему не надо говорить, мы же не видели такого, что человек ест, и спрашивает, слушайте, мне вкусно или мне невкусно, мне вообще нравится вот это блюдо, вот я его ем, сейчас скажите, оно мне нравится или оно мне не нравится, нам не нужно со стороны это. Мы знаем, что вот халава нам нравится больше, сладкий рис тоже нравится, но может поменьше, или наоборот, все индивидуальности, или соленое нам нравится, острое больше, чем сладкое, бомба, да. Мы сами знаем, что нам вкусно, мы сами знаем, что нам хватит. Обычно после того, как мы знаем, что нам хватит, мы просим добавки. Но это уже другая тема. Но мы знаем, что нам хватит сами. Вот иногда что-то расстраивается как-то огонь пищеварения, нервная система, и мы не знаем. Но в норме человек на самом деле знает, просто сознательно идет дальше. Мы знаем, что мы наелись, мы знаем, что нам вкусно. Есть три симптома духовного прогресса шила пропада часто они приводятся в 11 песни шим от богатом шила пропада часто на них ссылается вы сами знаете что вы наедаетесь и что вам вкусно когда вы едите вам со стороны не надо об этом говорить и вот один из симптомов духовного прогресса и три симптомы есть всего три симптома это удовлетворение предное служение приносит удовлетворение становится источником удовлетворения то есть само по себе уже мотивация продолжать предное служение что она приносит она от него есть результат тушки как минимум хорошее качество начинается того что человек находит удовлетворение в том чтобы действовать для удовлетворения кришны то есть поэтому его уровень нравственности повышается таким образом через этот принцип он здесь все он действует для удовлетворения кришны потому он очень доброжелательно ко всем живым существам начинается хорошие качества с удовлетворенности которую человек обретает на ходе начинает находить в процессе преданного служения по решено бава это личный опыт общения с кришной и виракте это потеря интереса к материальному то есть становится легче отрекаться как бы нормально становится без этого могу уже раньше даже не мог мыслить мысли представить не мог что как можно от этого отказаться потом раз о как-то надо же уже мы уже уже можно да и я говорил о защите кришне почему я вспомнил стих прошу по решено бава виракте личный опыт общения отношений с господом он доступен уже на начальных уровнях садхана бакте и его сутью является именно вот этот опыт того как кришна защищает кришна за кришна защищает кришна по кришна уже говорил в тебе в девятой главе все время забываю как начинается этот стих я даю все необходимое с чего не хватает я даю то чего не хватает и по защите помогая сохранить то что есть то есть суть это стиха в том что все духовное все для духовной жизни для духовного прогресса и для материального поддержания все дает кришна он это сказал и он эту идею это настолько важная идея что она повторяется в чету шлоки шримад бога бхагавадгиты в девятом в десятом и в одиннадцатом стихе тэшам сатата юктанам баджатам притип уроком дадами будхи йогам там и и я даю разум понимание как прийти ко мне он говорил что он дает все необходимое и потом он горит я я освобождаю от анардх от привязанности от невежества покрывающего сознание предного вот этот опыт вот такой вот вот этот опыт мы получаем в преданном служении должны получать преданном служении и он является очень сильной мотивацией главной мотивации продолжать потому что уже сейчас это получаешь кришна уже сейчас помогает дает тебе все необходимое для того чтобы ты тебе было что способствует кришна действует так проявляется твоей жизни так что это помогает быть сознание кришна углублять сознание кришны помогает становиться лучше в сознании кришны смирение пересматривать что-то освобождает от каких-то заблуждений от иллюзий помогает развить хорошие качества то есть да могут быть ситуации когда мы попали в какую-то неприятную ситуацию вдруг чудесным образом все разрешилось мы видим оху ничего себе это кришна вот так сделал почему хотя можно так и не делать это не то что мы зависим от этого но кришна делает и так да это происходит тоже это может происходить но с не суть суть это дадами будхи йогам там кришна дает понимание кришна дает вдохновение дает открою реализации духовные он это делает через непосредственно мы изучаем шастры у нас взрыв просто происходит или мы повторяем святое имя у нас происходит какая-то усиливается сознание кришна мы это чувствуем или же происходят какие-то неприятные ситуации мы через них проходим со скрежетом мы теряясь на первом этапе благодаря кришну на выход на последнем на что уже понимаем что мы действительно очищаемся и прогрессируем то есть это происходит по-разному но суть в этом и это естественно является ответом кришна на предание на попытки предаваться искать у него прибежище но когда наша практика обусловлена гунами материальной природы даже гунной благости и мы равна равнодушны кришне на мы не стремимся постичь его наслаждаться отношениями с ним личными нас что-то сдержит у нас какие-то комплексы есть духовные на и полудуховные то мы не мы естественно будем жить другой реальности где все размеренно хорошо и защищать не от чего и никто не защищает и вообще не надо то есть необходимо предание необходима жертва необходимо даже жертва предание от все естественно само приложится не надо этого искать особо сильно необходимо стремление это вот это стремление жадность к кришне и кришна естественно на это будет отвечать можно уточнение какое-то к вопросу сформулировать если нет удовлетворения от ответа но у меня есть удовлетворение от ответа это именно то что нужно ответить на этот вопрос я считаю у нас внешние вещи внешние позитивные факторы для прогресса сознания кришна то есть мы нашли хорошее общение мы нашли истинного духовного учителя почему такое это все милость кришны мы мы просто можем быть бессознательно в отношении этого но со временем это откроется что это и есть тоже милость кришны есть история когда маха-пракаша лила когда господь принял форму в которой он исполнял желание преданных маха-пракаши лилова в риндавне он напоминал что помнишь вот ты убегал и лодочник там был это был я помнишь ты пытался понять стих богат гиты и и во сне некий браман тебе явился открыл раскрыл его смысл это был я помнишь было тот и тот это был я господь напоминал ситуации в жизни в жизнях преданных вот а то есть они могли не это нормально что мы иногда не понимаем что кришна нас защищает и кришна нас о нас заботится очень сильно и дает нам все необходимое как он утверждает богат гите неоднократно но со временем это открывается мы смотрим по-другому что все что у меня есть да даже мы какие-то обычные материальные вещи они даны были в тот момент таким образом кришной чтобы поддержать меня защитить меня или наоборот кришна чего что-то от меня удерживал не давал чтобы защитить меня от деградации это по мере очищения по мере прогресса сознание кришны нам все больше мы мы видим что не остается так сказать не остается ни одного пробела ни одного места в нашей истории где не было кришны его личной защиты и его личной милости вот то есть даже как про маха маха пракаша лила показывает что предны не осознавали господь им напомнил показал им до вас в хорошее общение истинный духовный учитель возможно стабильная работа возможность чувствовать себя спокойно и в свободное время спокойно читать спокойно работать ой спокойно читать спокойно и спокойно воспевать неприятная ситуация когда крео сукаты если мы осознаем что кришный источник и духовной материальной энергии все подконтрольное ему то для нас уже нет разницы приятное или неприятное неприятные ситуации также является стимулом и ступенью для духовного прогресса то есть преданы во всем начинает видеть кришну и проявление его милости это это то что надо воспитывать себе культивирует себе то есть надо увидеть это вне какие-то внешние вещи я говорил внутренние наши реализации откуда они их дает кришна дадами будхи йогам там мы нам у нас есть возможность продолжать путь сознание кришны мы видим что у нас прям есть выбор реальный выбор и между благочестивой чистой жизни в сознании кришны и какой-то жизнью которую мы вели до раньше и мы отказались от той жизни живем теперь новой жизни в сознании кришна это все от кришны это все дает кришна поэтому 333 вещи есть три вещи к самые главные три вещи которые можно сказать господу это выразить благодарность за все что он для нас делал все что нам дал это просить прощения за свои несовершенствия за то что мы не в полной мере ценим то что нам дает и и на и третье последнее умолять его не прогонять нас потерпеть нас дальше вот это надо культивировать надо больше учиться ценить все что мы имеем все все от кришны кришна верховный господь все у всех от кришны кого-то он через материальную энергию обманывает каким-то незаурядным талантом и известностью большими деньгами да это все от кришны потому что живое существо хочет этого него есть какая-то карма для этого они достигли люди достигают какого-то успеха но в сознании кришны сам до дары более ценные это просто вера убежденность понимание и желание идти этим путем это все дар и мы можем достичь совершим мы можем оставить эту вселенную материально оставить всех этих людей которые будут тут становиться лучшими художниками лучшими рэперами лучшими бизнесменами лучшими политиками к черту это все это все тарака не бега с точки с пространственной платформы неважно дано нам что-то по карме достичь в этом материальном мире или нет но то что точно нам дано нам дана возможность достичь духовного совершенства независимо от того что мы можем быть с точки зрения кармы вообще коллегами и с точки зрения интеллекта умственно отсталыми если мы принимаем кришну принимаем преданное служение мы имеем равные возможности достичь совершенства ну дополнить если посчитаете нужным еще один вопрос задерживаемся но вопросы такая редкая вещь что я не могу это пропустить что мы можем сделать для наших близких помимо того как кормить просадам и пытаться проповедовать чтобы помочь принять кришну именно верховным господом есть ли еще какой-то мощный метод который позволил бы быстрее подвести человека к сознанию кришны нет ничего ассо не существует никаких трюков живые существа либо имеют склонность либо не имеют и мы с вами находясь на уровне регулируемого предного служения можем поддержать человека в его интересе это главная наша роль поддержать интерес у людей окружающих если вдруг он у них проявится если у них есть эта склонность появляет на зарождении интереса мы мы тоже можем но уже в меньшей степени что мы можем сделать мы можем кормить просадам и мы можем проповедовать если они слушают могут слушать и могут что-то понимать но они могут не хотеть слушать и у них может не быть никакой склонности тогда мы и проповедовать не можем ну тогда и взятки гладки с нас так как говорится да и вопрос то нет к нам претензий никаких и нет человек вообще не восприимчив что сделаешь тогда только просад но кроме просада невосприимчивые люди где могут совершать сукрити, неосознанное преданное служение. Можно каким-то образом устраивать так, чтобы они оказывали какое-то служение Кришне и преданным Кришне. И еще можно общаться, можно развиваться в сознании Кришны. Это, ладно, последнее, скажем, самое главное. Можно вести себя уместно. Надо учиться вести себя уместно. Знаете, иногда очень правильные слова, они неуместны. И это выдает определенный уровень невежества человека. Ну, как невежество? Он же правильные слова говорит. Да, он говорит правильные слова, но он говорит их неуместно, в неуместной ситуации, когда люди заведомо понятно, как эти слова воспримут. Итак, самое лучшее, что мы можем сделать на практическом уровне, кроме вышеперечисленного. Еще это вести себя всегда очень уместно. И не быть фанатиком, который сапогом в горло запихивает абсолютную истину всем. Здесь это принцип. Кришне дороги те, кто проповедует, он сказал. Дороже никого нет. Но при этом он сказал, кому не надо проповедовать. И одна из категорий – это те, кто не хочет слушать. Поэтому, когда человек, мы не можем… Самое лучшее, как человек может утвердиться в сознании Кришны, это именно изучать Бхагавад-гиту, изучать шастеры под руководством преданных, слушать и читать от Бхагавад-гиту в изложении Шилы Прабхупады. Он обретет убежденность. Но если он не находится на этом уровне зрелости пока, то какое отношение с преданными, хорошее мнение о преданных, если преданные ведут себя уместно всегда, тактично, то это тоже поможет. Но самое главное теперь, да, последнее и самое главное, это касается родственников, это реализоваться в сознании Кришны в полной мере. То есть стать чистым преданным Господа, идти по этому пути уверенно, правильно, культивировать в себе сознание Кришны. Таким образом мы освободим очень много своих предков. Господь, наверное, Симхадев, это лично говорит про Хлади Махараджу. Конкретно 21 поколение обретет благо от того, что ты являешься чистым преданным Господом. Безусловно, благо разное. От Каништа, от Якари, Матхиама, от Якари, Лютама, от Якари. Но суть, принцип понятен. Необходимо предаваться Господу, и все наши родственники получат благо. Ашак Кумар Прабху пишет дополнение к вопросу, да? Все. Ладно, мы задержались. Закончим здесь. Грандхарад Шрима от Бхагавадгита ки-джай, Шила Прабхупада ки-джай.